Всем здарова, народ! С вами Коляк! Сегодня у нас разговорный видосик, и сегодня мы разберем очень много разных тем, касаемо и моего канала, и моих обзоров, моих будущих покупок, и что творится в мире, что делает Hasbro, до чего она доводит некоторые компании, да и доводит она, в принципе, очень смешно, и вообще, что она творит. В общем, обо всем поподробнее через секунду. Поехали! Так вот, что насчет моих обзоров. Наверное, уже всех задам вам, что я снимаю на рабочем столе и заставляю фигурки бумагами, чтобы просто создать какой-либо фон. Честно, меня это задам вам очень-очень давно, еще с того момента, как я начал снимать оверсайзы. По ночам я думал, что снимать оверсайзы будет не так тяжело, ведь всего-то у меня была подставка, у меня не было ни фотоаппарата, ни никакого штатива. У меня была просто поставка на присоске, в которую я впихивал телефон и снимал. И, соответственно, она выше не могла подниматься, то есть, вот максимальное расстояние подъема этой подставки. И это даже не штатив, это просто подставка для планшетов и смартфонов, которая особо не несет никакой дельной, скажем так, своей функциональности, но мне она пригодилась на первое время. Сейчас же у меня штатив, сейчас у меня все хорошо и снимаю я на фотоаппарат уже. Уже начиная с обзора Ducati, я снимаю на фотоаппарат Canon, зеркальный iOS 200D, если вы знаете такой аппарат, то если вы разбираетесь и знаете, что это за аппарат такой. Меня очень он сильно устраивает и даже более чем, когда FUMHD на фотоаппарате намного круче по качеству, чем твое 4К на твоем телефоне, который тоже вроде не дешевый. Так вот, но телефон я все равно использую для света, я вставляю его в эту подставку, которая у меня на присоске и включаю на нем фонарик, чтобы создавал дополнительный свет. Но надеюсь, что в скором будущем, когда закончатся кое-какие технические дела, все-таки у меня будет свое нормальное рабочее место, в которое я буду снимать обзоры очень хорошо. И мне не будет боязни, что кто-то что-то увидит в кадре ненужное, ой, там вот моя канцелярия моя лежит, ой, там бумажки какие-то, там наушники, комонки видно. В общем, вот этого все такое, я надеюсь, скоро не будет. Да и вот фигурка, которая едет ко мне сейчас, именно в данный момент, а сегодня 30 августа, скоро 1 сентября, всех школьников и студентов, как говорится, с праздником. В общем, такие дела и грустные, и весело, вот, ну, в общем, лично я советую ребятам относиться к этому поспокойнее, потому что чем дальше, тем сложнее. Отошли немного от темы, что насчет моих будущих покупок. Сейчас моя нынешняя покупка, я купил Старскрима, вот, правда я уже немножко раскрыл, что это за Старскрим, я просто назвал его имя. Я пока не буду говорить, что это за Старскрим, оверсайз, не оверсайз, G1, не G1, оставлю это немного в секрете, неожиданности. Но проблема в том, что все, на этом, походу, мои оверсайзы заканчиваются. Точнее, именно в той линейке, в которой я хочу их сейчас собрать. То есть у меня будет всего 4 персонажа, которые будут относиться к какому-то именно фандому, и они будут оверсайзены. Все же остальные же уже будут в MP формате, ну, я имею ввиду тех, которые прям вот оверсайзов нет, нужно собирать мастерпиз. Вот, и вы, наверное, уже поняли, что это будут за конечных 4 оверсайза. Вот, у меня их всего 2, точнее, у меня их всего 3 стоят пока что, будет 4. Вот, ну, ладно, я уже скажу, это будет оверсайз Старскрима от компании Robot Forms. Это будет MPF 11, хорошая фигурка, мне она понравилась. Почему я хочу на нем закончить? Да потому что хотение моё купить других оверсайзов будет большое. Я буду сильно хотеть их. И я удивился насчет того, что от Robot Forms нету других сикеров. То есть я купил фигурку, не зная того, что есть в ней или нет. В принципе, я и захотел уже покупать других сикеров только тогда, когда я купил этого Старскрима. До этого же мне не сильно хотелось его покупать. То есть остальных сикеров. Спросите вы, если ты будешь собирать мастер-пиз, будут ли у тебя повторяться моды? Ну, там, сикеры, там, не знаю, ещё это. Скажу так, что сикеры по-любому будут повторяться. То есть если у меня будет мастер-пиз сикеры в каком-нибудь далёком будущем, от ЕС-модом, от просто Киоу, какие на мастер-пиз, просто бутлиги, киошки. Вот, в принципе, если мне будет в будущем позволять платить за ЕС-модом, за хороший пластик, за умышлен, то почему бы нет? Тем более, если честно, они вроде не такие уж и дорогие. А если там уж очень дорогие, то всего по порядку. Чего я точно скажу, так моя коллекция мастер-пиз начнётся с Капа, с Арси, с Магнуса, со Спрингера и Ходрода. То есть пять автоботов, команды которых вроде с третьего сезона, подживаны или четвёртого. В общем, не шибко я помню, я как бы это один раз всё посмотрел, но особо не сильно запоминал. Так вот, хорошая цель, я считаю, и с неё надо начать. Да, у меня есть один ультра-магнус по Combiner Wars, но это не совсем такой ультра-магнус, это магнус с ультра-бронёй, то есть каким я и хотел. Я вообще хотел подобную такую фигурку, и с Power Rangers у меня так всё начиналось, что вроде какой-то маленький чувачок, а у него есть своя броня, и он становится больше. То есть эта тема ещё любима мной с рейнджеров почему-то. То есть я к трансформерам перешёл от рейнджеров, с гештальтой и так далее. Мне нравились гештальты не потому, что трансформеры придумали, а потому что я это видел в рейнджерах. Такие дела. Что насчёт творится в мире? В мире творится полная ересь, потому что Hasbro творит полную дичь. В то же время очень смешную. И вы удивитесь, и даже будете смеяться, что я скажу в конце новости. В общем, Hasbro начали подавать в суд на различные компании, чтобы они прикрыли свои лавочки и уже отмавливают людей, и сажают их в тюрьму за производство подделок. Ну, знаете, подделки не подделки, реплики дешёвые, доступные. Мне это слово больше, если честно, нравится, потому что реплика, она сама по себе подделка, но подделка это как-то вот, знаете, звучит вот подделка. Какая-то вот фигня китайская. Большинство производителей, Вэджиан, Блэк Эппл и многие другие являются китайскими конторами. Но в то же время они являются качественными китайскими конторами. И когда вот говорят, ты купил подделку, знаете, вот прям хочется этому человеку врезать. То есть, ну, не надо называть подделкой то, что является достаточно качественным продуктом. То есть, одно дело купить, не знаю, комонку, JBL оригинальную за 3000, а другое дело купить за 500 рублей в каком-нибудь марке. Вот это подделка. А вот то, что вот вы покупаете на Алиэкспрессе, от Вэджиан, от Блэк Эппл, вот это именно реплика. То есть, я за то, чтобы качественный продукт называть репликой. Но не всех, наверное, до этого доходит. Но ладно, это уже мои мысли вслух. В общем, каждый сам для себя находит правильные выражения. Для собирателей оригиналов, конечно, любая реплика это подделка, и подделка будет, и не имеет коллекционной ценности. Но комон, 2К19, кому эта коллекционная ценность вообще нужна? Большинство до сих пор утверждают, что мой Мегатрон от Вэджиана, это реплика на MP36, оверсайзентая. На самом деле, это, как я сам для себя узнал, при его получении доказан с трехпартийкой. Бюджетная трехпартийка от Вэджиан, которые они ее сделали. Там много разных элементов своих. Что-то взаимствовали у кого-то, но суть-то одна. Это не повторяющийся MP36 или какой-нибудь там Аполеон или что-то еще. Это сборная Солянг, но это трехпартийка. Как бы грустно для кого-то это не звучало. Что еще творится в мире? Как я уже сказал, Hasbro сажает людей. И они подают суд на конторы. Они уже запретили той World демонстрировать своего Optimus Prime по B-Movic на разных выставках, потому что он в описании имен просто OP. Возможно, вы скажете, что я сейчас просто прочту записи из группы, в которой я постил. Но просто это будет более подробно, более интересно и на основах как-то приятней. Вот. В общем, они творят полную дичь. Они не раз уже, ну, к Тойлору подавали на них что-то. К Бульдогу они прицепились, к Копычу прицепились и, наверное, прицепились еще к чему-то. Что еще происходит у Hasbro? Hasbro хотят поднять цены на продукцию и как бы сэкономить на упаковках. То есть чувствуете, да, что-то какая-то не состуковка. Мы хотим сэкономить, чтобы было мы дешевле, но мы будем продавать это дешевле дороже. Самое обидное то, что они же продают не только трансформеров. Они продают много чего. Нерф, Майли Томпони, что-нибудь еще какие-нибудь. Для мальчика, для девочек игрушки, которые, ну, не всех не упомнишь, как говорится. И что они хотят отказаться от резинки, от блистеров и от всего такого, чтобы можно вот взять, вот посмотреть. О, фигурка. Вроде нормально, я ее куплю. Ты ее открываешь, а она, казалось, лучше. Теперь, чтобы узнать, хороша ли фигурка или нет, вам нужно смотреть только обзоры. Причем не один от какого-нибудь MG316 или 360 у него. А, 316. Да, прошу прощения. Или Октиботимуса, или Бена, или кого-нибудь еще, или Кевина Муи. В общем, многих-многих обзорщиков, которые этим занимаются. И занимаются этим более профессионально, чем я. Просто надо пересмотреть дофига обзоров от одной фигуры. Взжимательно, конечно, англоязычной, чтобы хоть, если вы немного понимаете английский, хоть понимать, что-то, о чем вам идет речь. Но все же, это будет дичь полная. Вам нужно все это пересмотреть, понять, действительно, фигурка хорошая, услышать множество мнений и только потом пойти купить. Ведь вы не можете зайти в детский мир и купить фигурку с процентной уверенностью, что она будет хорошей. Потому что она будет закрыта коробкой, вы ее не вскроете. Да, конечно, есть люди, которым все равно на это. Они пойдут, вскроют. Если честно, в какое-то время я был таким. У меня продавались трансформеры по темной стороне Луны, я помню. Да, я был немного младше. Но все-таки, хоть они и были в блистерах, в более, ну, в открытых, я все равно их открывал. То есть, просто вот я щупал их. Там, пластик. То есть, вроде мне было 14 лет, а я уже что-то понимал в этом и хотелось бы в подарок получить действительно хорошую фигурку. Но так в подарок я ничего не получил. Вот. Потому что тогда трансформеры были достаточно дорогими. Они и сейчас дорогие. Но для кого-то это обычные цены. 20-30 баксов заплатить за Hasbro, Deluxe или Voyager это вполне нормальная цена. Также они подали в суд Hasbro на Black Mamba и Vajon. Причина того, что часто эти две конторки демонстрируют свои фигурки на выставках на различных. То есть, привлекают покупателей своего. И они делают это хорошо. То есть, Hasbro, что с вами не так? Вы вроде не можете сделать сами качественные фигурки. У вас в студии Sirius по пальцам посчитать, какие фигурки хорошие. Вы еще как-то выплываете немного в серии Seed. Вам это какой-то надувной... Как это называется-то? Для вас серия Seed еще, знаете, какой-то спасательный круг. Но... Мне не надо... Друзей не надо подруг. Мне не нужен спасательный круг. Дайте, пожалуйста, мне сразу нормальную фигурку. Чтобы вот... Всю серию нормально была. Конечно, так никогда не будет. Выход же это всегда трехпартийки. Но трехпартийки и просят за свои фигурки большие деньги. Потому что... Ну, потому что, блин, они качественные, они новые, они... Не похожи ни на что. Просто вот... Вот с нуля созданная фишка. Может и не с нуля. Мы не знаем, как там у них происходит все. И по источнику, как я уже писал в своей группе, Hasbro вроде бы подали на них в суд. Но вот, студентка Бунгакэпом ответили, а на нас никто не подавал. У меня была мысль и у нашего главного админа то, что это не распространение информации. То есть, они не могут сказать... Ответить прямо на прямой вопрос. То есть, вас подавали, на вас подавали в суд, они типа говорят нет. То есть, в том плане, что они не хотят распространять. А вдруг это было да. Вот. Поэтому не знаем. То есть, ждем, смотрим. Toyon World уже собираются продавать свои некоторые фигурки под названием Gens Toys. И это уже дочерка их. Rampage от Toyon World будет продаваться именно под таким нейбломом компании. Такие дела, ребят. В общем, знаете, видео получается довольно большим и по большей части я вообще хотел вам сказать, что будет у меня в будущем. Но именно что-то такого явного случившегося нет. Просто я подвожу конец недели и такого явного не случилось. У божьей сенсации я снова украл новость. именно наверное с этого, с этих слов я буду начинать свой каждый обзор и каждое видео. Разговорное, неразговорное, не важно. Просто любое видео на моем канале. Это небольшая отсылочка к группе к группе оставим ее анонимной, которая подозревает меня в краже новостей. Не важно что это за группа, может вы даже знаете, может нет, может вы вообще знаете все. Но для незнающих я не буду ничего это распространять, потому что копаться в этом это уже нет смысла. Вы сидите у нас в группе, вы смотрите новости, для вас новости делаются, по возможности правда, я не всегда их успеваю делать, например, позавчера и вчера я просто физически и по времени их не смог запилить, хотя новостей было куча. И мне придется это немножечко нагнать. Так вот, не будем возвращаться к этой грустной теме, отдыхать у нас в группе, у нас хороший админский состав, у нас вообще в принципе хорошие люди, с которыми можно хорошо пообщаться и которые вам обязательно дадут совет в покупке, где дешевле, где лучше, кэшбэки, такие дела. Я сам немного в этом разбираюсь, но все-таки хочу оставить мнение это на старичков, потому что они разбираются конечно лучше в этом. Ну как старичков, для меня старичков, для кого-то ровесники и так далее. В общем, всем спасибо, что зашли на мой канал, не поленились и посмотрели этот видосик, хоть он и получился не такой информативный, как был он в прошлый раз, когда я говорил, что выпускает Hasbro и Takara, ну в прошлый раз это вообще был марафон, марафон, фестиваль, выставка, вот, ну а тут уж я рассказал такие новости, которые происходили в конце недели. И больше я высказал свое мнение, в общем, на что нужен канал, узнать новость и выставить свое мнение по этому поводу. Подытожу немножечко, мне дико не нравится то, что творят Hasbro, вот, правда это или нет, то, что они подают на всех в суд, и мне дико не нравится то, что они будут делать с коробками. В принципе, я человек, который уже давно отказался от покупок Hasbro'овских товаров, Takara'овских, Hasbro'овских, неважно. То есть, фигурки из Триологии Титанов это не случайность, то есть, почему я их покупал? Потому что я ничего не знал, кроме них. То есть, вот я видел детский мир, о, какая-то новая серия вышла. Все, на этом мои познания в Трансформерах заканчивались. Ну, а теперь у меня и Vch, и мувики даже есть, которые я откопал где-то. Ладно, шучу, я их откопал на Авито, причем цены там были не шибко-то низкие. в общем, на Авито люди задирают высокие цены. То есть, некоторых я продаю сейчас, некоторых ботов, и поверьте, если вы знаете мой профиль, это, цены стоят ниже, чем я из-за них брал. То есть, просто, к примеру, скажу, я продаю Оптимуса, вот это вот, с крюками, потому что я хочу купить Бастера Оптимус, я его продаю за 4, за 5 тысяч. И не потому, что я зажался и захотел поставить такую цену, потому что я его купил за 6. Такие дела. Не хотелось бы уходить в большой плюс. В общем, друзья, всем спасибо, что зашли, еще раз скажу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите хорошие комментарии, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. До следующего видео, разговорного или обзора, но, скорее всего, уже обзора, потому что Starscream уже скоро-скоро будет. В общем, всем спасибо, друзья, с вами был Поляк, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok